Если мужчина или женщина даст строгий обет быть назиром, чтобы посвятить себя Богу воздержанием, то от вина и хмельного должен он воздержаться. Уксуса вина, и уксуса хмельного не пить, и никакой настойки винограда не пить, и винограда свежего или сухого не есть. Во-первых, что такое назир? Во-вторых, почему не пить вина и не есть винограда? Назир – это определенное свойство. Но это человек, который принимает обед. Самое главное – это алкоголь. Алкоголь, вино, виноград и так далее. То есть, посвятить себя Богу воздержанием. Да, воздержанием. То есть, с одной стороны, в общем-то, это вроде бы хорошо, а с другой стороны, это абсолютно не приветствуется. Да? Да. Но есть такие состояния, когда это необходимо, а вообще это не приветствуется. Почему? Потому что цель творения – насладить. Со стороны творца цель – насладить человека. И в итоге все человечество как одного человека, как одну душу. То есть, наполнить всем наслаждением. наслаждением. И в таком случае получается, что… Ты вдруг не хочешь наслаждаться. Ты отказываешься. Как-то можно от этого отказываться. То есть, но… Но… Причем, что значит назир? Когда ты отказываешься от некошерного, то есть, непригодного к исправлению наполнения, когда приходит такой свет, который называется свинина. свет наслаждения. Такое, которое называется там некошерное там мясо или мясо с молоком и так далее. Правая с левой линией без экрана и так далее. То есть, тогда в таких случаях ты просто не можешь принять их с намерением отдачи. У тебя нет этих сил. В конце исправления, когда ты все исправишь, будут эти силы. Ты сможешь употреблять абсолютно все со свойством отдачи. Никаких ограничений у тебя не будет. Никаких заповедей. Все уходит. Заповеди – это только необходимые действия исправления, пока ты не исправил свою душу, все ее части. И поэтому назир – это тот, который себя ограничивает и говорит, я не буду это использовать, я не буду как бы этого исправлять. Конечно, в таком случае ему намного меньше надо что-то делать, намного легче. Но он должен восполнять эти свои отказы, отсутствие работы в определенных условиях, с определенными желаниями. Он должен их восполнять другим. Поэтому назир должен принести курбан – жертвоприношение. То есть, он должен все равно восполнить эту часть.